Итак, Мохаммед Млаес в красном углу, Сирия, Андрей Скворцов в синем, Франция. Ждем начала этого поединка, посмотрим, каким он будет. Да, конечно, сейчас много, на самом деле, легионеров. В боксе, кстати, не так много, как, например, в борьбе в той же. И большая часть этих легионеров в сборных, они именно с нашей страны, потому что не получается войти в состав национальной команды. И не всем это удается, а кому удается, возможно, ненадолгий срок получается. И потом они, какая-то часть из них предпочитает отбираться на самые крупные турниры от других стран. Да, такое иногда случается. Но, опять же, мы это наблюдаем, по большей части, в борьбе. В боксе такое достаточно редкое явление происходит, но все же бывает. Ну и здесь мы видим, что вновь у нас есть один боксер, который имеет явное преимущество в габаритах и старается это самое преимущество реализовать. За счет контроля дистанции. Вот сейчас двойка хорошая получилась, при этом обладает Андрей неплохой скоростью. Главное не застаиваться, активно перемещаться. Пропустил сейчас тяжелый боковой удар от сирийца. Не стоять на месте. Постоянно кружить перед соперником, активно выбрасывать удар. Вот сейчас двойка хорошая получилась. Вмешивается рефери. Полтора минуты еще работать. Еще одна двойка хорошая от Андрея Скворцова. И тут же уходит в блок. Вот здесь у канатов стоять Андрею точно не стоит. Млайск будет пробивать по корпусу и переводить на голову. Хороший джеб от Скворцова. Не давать по себе бить нужно Андрею. Пропускает это нокдаун. Нет, рефери не засчитал нокдаун. Хотя чистейший был после удара. Оказался на конвасе Андрей Скворцов. Но на самом деле для сирийца это может быть даже плюс. Если Скворцов потрясен, он сумеет его дожать. А если нет, то как бы и нокдаун был не нужен. Потому что здесь уже 10-8 за нокдауны не дают. Это просто словно два очка на карточках судейских. Есть удар. Неплохо обменялись. И раунд завершен. Победитель чемпионата Абатских стран. Победитель чемпионата Абатских стран. Итак, поединок возобновляется. Второй раунд. Ну и здесь, конечно, можно посоветовать Андрею быть просто помобильнее. Двигаться. Не застаиваться. Не давать по себе бить. Удерживать дистанцию джебом. Всякий раз, когда будет сближаться. Мохаммед Млаес клинчевать и уходить в сторону. Желательно вообще и клинчей избегать. Потому что они все-таки изматывают. Удар в корпус. Хороший боковой получился у представителя Сирии. Продолжает он прессинговать. Выбрасывает боковой. Тут же в корпус пробивает. Есть двойка от Андрея Скворцова. Есть еще одна комбинация. Снова попадает Андрей. И хороший, мощный джеб. Еще один от Скворцова. Вот так. Не сбавлять обороты. Ни в коем случае. Хорошо ушел в блок. Скворцов пропускает по корпусу. Снова пытается идти в атаку. Мохаммед Млаес прессингует. И вот тут два боковых удара. И апперкот проходит у Андрея. Боковой удар пропустил. И сумел потрясти его. Да, это нокдаун. Есть нокдаун. Млаес достал точно в челюсть. Боковым с левой руки. Приложился. Плотно. Минута остается до конца. Это второй раунд. Снова в корпус пробивает Сирий. Еще один мощнейший боковой. И снова второй нокдаун отсчитывает Андрея. Но мне кажется, что Андрей даже не сколько от мощи, сколько в целом от усталости уже пропускает. Скрывается за блоком. Нельзя сейчас допускать третий нокдаун Скворцова. Так, Капа выпадает. Ну и причем выпала Капа именно у Млаеса. И это время, которое нужно Андрею для восстановления. Пытается сейчас отбегать Скворцов. Пропускает джеб. Но коронный фирменный боковой удар от Сирица не прошел. Ну и конечно много сил тратит сейчас Млаеса на вот эти размашистые удары. Так, а это уже после гонга, после сигнала. Но второй раунд, безусловно, Андрей Скворцов проиграл. Нужно восстановиться и третий уже вырывать. Несколько тяжелых ударов пропустил. Сицины на гонку. У нас есть парнибудь. Мы не парень, он. Алей! Реферей. И я не знаю, что ты делаешь. Ни не ничего. Один, два, три. Мы сняли. Когда это плохо, мы сняли. Мы сняли. Мы сняли. Мы сняли. Монтагар. 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 Утро. 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 Закрыт. Утро. 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 Третий заключительный раунд. Снова идет вперед. Сирийский спортсмен. Есть боковой удар. Снова он прессингует. И еще один плотный удар. Точно голову. Отрабатывает по корпусу. Так, рефери. Говорит о том, что нельзя бить по затылку. Поединок возобновляется. Боковой пропускает Андрей. Нельзя уходить в блок Скворцова. Нужно выбрасывать удары. Джеб, кросс. Напрашивается удар с правой руки точно в голову от Скворцова. Когда пытается сирийц идти в открытую. Причем он же открывается с этими боковыми ударами. Можно сработать на опережение. Но пока не получается у Андрея. Так, снимает один балл с сирийца рефери за удар по затылку. Еще два боковых. Очень много желания у Мохаммада Млаеса. Мы наблюдаем. Так, что там? Снова Капа выпала, по всей видимости. Удар в корпус. Еще один джеб. Хорошая атака. Несколько ударов. Вновь мы видим от сирийца. Двойка. Тут же в корпус. Еще один плотный удар. Пропускает боковые все большее. Андрей Скворцов и все оставляет без ответа. Уже даже не опасается. Атака со стороны представителя Франции. Мохаммад Млаес. Млаес просто идет в открытую на него. Устраивая драку. Обрабатывает корпус. Переводит на голову Млаес. И посмотрите. Андрей просто раскрывается за блоком. Просто терпит. Еще несколько тяжелых ударов. И тут же нокдаун рефери отсчитывает. Да. Но здесь второй раунд Андрей точно проиграл. Третий раунд. Там сняли балл с Мохаммадом Млаеса. Но при этом он зарабатывает здесь нокдаун. То есть он точно не проигрывает и третий раунд. Третий по идее с учетом того, что один балл забрали, будет равным. 9-9. А, даже второй балл забирают. Тогда получается, что Андрей ведет. В третьем раунде. Да, вот так интересно, друзья, бывает. Два балла забрали у Сирица. И таким образом у него 8. А у соперника 10. И получается, что ведет в этом третьем раунде Андрей Скворцов, несмотря на нокдаун. И, казалось бы, проигранный раунд. Второй раунд он проиграл. Ну, а первый, я думаю, что выиграл. И тогда, по идее, получается, что Андрей Скворцов должен пройти в следующий круг. Ну, давайте послушаем, что скажет судейский корпус. Как они посчитали. Есть единогласное решение. Да, Андрей Скворцов выходит в следующий круг. Ну, что ж, вот так в тяжелейшем бою, оказавшись три раза в нокдауне, можно выйти в следующий раунд из-за нарушения оппонента. Франция.